доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро сегодня мы с вами сделаем расклад на тему которую думаю интересует многих это будет ли вторая волна мобилизации в россии кого мобилизует в этот раз и как мобилизация пройдет она пройдет тихо мирный или она пройдет с вручением повесток в каждый дом как это было в прошлый раз и хочется конечно узнать что будет дальше вообще в россии происходить сегодня с нами колоды девиан он безумно луна патрика валенца если мне понадобится я достану карты еще из другого оракула из других колод и первый вопрос который я бы хотела задать картам это будет ли 2 волна мобилизации россии будет ли все-таки 2 волна мобилизации в россии будет ли вообще 2 волна мобилизации россии будет ли вторая волна мобилизации в россии вторая волна мобилизации в россии будет пройдет она достаточно спокойно на самом деле полная трансформация подразумевает то что она пройдет не так как она проходила в прошлый раз да когда были такие волнения люди очень переживали люди были неспокойны да она будет но в основном воевать пойдут те кто уже был в горячих точках кто уже был даже вот на этой самой войне с украины поэтому да мобилизация будет но она будет такая более спокойная и пойдут контрактники пойдут те кто уже воевал либо даже те кто уже был ранен да на тех же самых военных действиях и пойдут туда еще раз мобилизация пройдет совсем по-другому полная трансформация когда это случится когда когда будет вторая волна мобилизации вторая волна мобилизации в россии после эмоционального выступления я так понимаю президента да и все люди начнут сразу прятаться боятся убегать уезжать но уезжать будет поздно потому что что потому что границы будут закрыты да потому что границы закроют очень хитро умно и быстро вторая волна мобилизации пройдет ну вообще как покупкам это лето да это летнее время года либо до лета будет оставаться где-то месяц полтора месяца от силы это будет время рассвета уже дали бы это весеннее время либо это летнее время время когда что-то начинает свести когда эмоции начинают до бурлеть в нас это время любви это время романтики время весны дать скорее всего все таки весеннее времени летняя немножко поправлю поправлюсь это все таки весеннее время года и тогда будет выступление президента до российской федерации тогда люди начнут сразу паниковать но паниковать не нужно будет потому что на самом деле я же уже сказала дату что достаточно умеренно пройдет и спокойно мобилизации будут призывать тех кто уже согласился кто уже контрактник но на самом деле очень хитро будет дату что будут уже закрыты границы и люди не смогут уехать тут идет тоже такая манипуляция на страхе на человеческом страхе как пройдет ну как пройдет мы уже поняли что тихо на как все-таки пройдет еще раз спросим у карт как пройдет 2 волна мобилизации понимаем все что это теплое уже время года либо это начало весны ранее весна да такая теплая когда все цветет либо ближе к лету но до лета будет оставаться месяц полтора после выступления естественно президента как пройдет 2 волна мобилизации будут по-хитрому я же говорю да закроют границы предложит какие-то денежки на которые некоторые даже согласятся такая игра будет грамотная грамотно выстроена игра дабы не ходить по тонкому льду они уже все они уже все предусмотрели в первую волну до мобилизации поняли как теперь поступать чтобы не было никаких волнений границы закроют обязательно деньги предложат какие-то небольшие деньги но они предложат деньги кто-то даже согласиться и пойдет не контрактник а просто люди возможно потерявшие работу до потерявшие работу и сейчас ничего не имеющие за душой они пойдут за деньги что будет дальше в россии вообще в этом году после всех вот этих волнений после всего того что у нас началось вообще нас 2020 года у нас началась ерунда скорее да еще начинаем что будет дальше в российской федерации что будет происходить дальше российской федерации тяжело будут тяжело будет зарабатываться какие-то деньги ресурсы какие-то тяжело будут даваться до предпринут будут многие просить чего-то у власти и но мы у вас будем как вот марионетки да в кармашке они будут нас держать очень так удобно такая удобная игра мы как марионетки у власти в кармашке потому что ресурсов очень будет мало очень будет недоставать ресурсов мы переходим совершенно новую жизнь это новая жизнь не означает то то она будет безоблачной и счастливой на говорю как есть мы чего-то будем просить у власти сами будем падать на какие-то мечи да сами себе будем ставить подножку хотя на самом деле тут люди тоже многие нам будут виноваты в том как они будут жить останется вот этот элитный бомон нам которых есть денежка а те кто вот будут как раз служить и кто как раз будет воевать да они как раз будут бороться за жизнь на за жизнь конкретно не только имею ввиду за жизнь как за существование но и за какие-то ресурсы то есть закончится ресурсы люди часто будут просить чего-то у власти да не получая этого будут возможно идти как раз на какие-то воины и бороться там с кем-то чтобы получать деньги на этой войне то есть для чего все это делается для того чтобы люди ну как здесь да говорится для того чтобы люди шли воевать за деньги денег будет мало экономика каким-то образом пострадает каким пока не знаю но давайте посмотрим сейчас на оракуле но вот именно ресурсов будет мало такое ощущение как будто вот придется даже каким-то сельским хозяйством до заняться людям здесь все будут верить в карму небесную просить помощи у господа бога да те кто верит в господа бога ну и тип слепую на какие-то действия которые им диктуют власти очень многие люди там как испугаются из-за того что денег не будет закончится ресурсы кто-то будет уезжать да кто может в другую страну ну как у такое голодание даже до идет голод как всемирный потоп здесь показан всемирный потоп у нас сыруется как голод какие-то будут стихийные бедствия происходить не есть хорошо вот что будет дальше это когда конкретно да я хотела бы узнать когда конкретно это все произойдет вот проблемы с ресурсами да почему люди займутся многие сельским хозяйством те кто успеют почему многие пойдут воевать для того чтобы получить те же самые деньги до себя будут сами собой будут бороться не будут не захотят идти на эту войну но для того чтобы получить деньги ресурсы для своей семьи пойдут туда потому что война пока еще не закончится не заканчивается когда это все будет ну это все все-таки именно конкретно про ресурсы да про то что с ресурсами будет плохо все-таки все концу года конец этого года но я думаю что так сентябрь октябрь да когда у нас там трасс сохнет сентябрь октябрь даже сентябрь наверное начало сентября начале сентября все начнется это что касается российской федерации что касается военных действий на украине что сейчас там будет у нас будет заключено какое-то перемирие ближайшее время не будет его просто хочется посмотреть будет ли заключено какое-то перемирие в ближайшее время нет конечно если будет перемирие то каким-то обманным она будет какой-то обманной да опять таки для того чтобы отмыть какие-то денежки но власть вы сами знаете на власть всегда отмывает какие-то деньги воины просто так не возникает перемирив ближайшее время не состоится нет пока его точно не будет все будет оставаться так как и есть сейчас и вот я уже говорила по поводу россии в целом мира да будет какие-то стихийные бедствия происходить голодание и тому подобные нехорошие какие-то вещи это что касается 2 волны мобилизации пишите в комментариях пожалуйста какие темы вас волнуют какие вас очень сильно интересуют чтобы вы хотели видеть на моем канале какие расклады мне сделать на своем канале и пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на меня жмите на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий которые происходят в мире и я вас очень люблю всего вам доброго до новых встреч до новых встреч